Привет, с вами Велосоком. Распаковка Tesla Model Y Рестайлинг за 5,5 миллионов рублей. Ключа нет, но в теории он может быть, как отдельная опция за 20 тысяч рублей. А так в приложении ткнул, либо вот такую карточку прислонил, причем вот сюда к стойке машина открылась. Ты такой, опа, и вот она пленочка моя. Иди сюда. А, кайф. Ручки, кстати, ну не прям, конечно, в восторг эргономики, но в целом удобные. Ну и самое главное. Tesla. Блин, солнце распаковано. Model Y, если вы вдруг не знали, была представлена в марте 19-го года. В 20-м начала худо-бедно продаваться, потому что американская версия. Как мы знаем, американские машины это очень плохо. Потом была построена Gigafactory в Китае. И это китайская Tesla, и это уже неплохо. Она получила фейслифт, и вот сейчас из заготовки автомобиля Model Y превращается в какой-то более-менее законченный продукт. Более-менее, потому что я, в принципе, к Tesla отношусь скептически. Это, ну, прикольный гаджет, но так себе машина. Есть у меня такое мнение. И сегодня мы либо подтвердим этот факт, либо опровергнем его. Чтобы не быть голословным, у меня тут стоит владелец этого автомобиля. Коля Курьер из BigGeek, которого все вы любите. Привет, привет, привет. Да, Коля нам сейчас расскажет, как так получилось, что у него не одна Tesla, а две. Есть с чем сравнить. И, собственно, я хочу задавать тебе вопросы как владельцу, да. У тебя есть опыт, ты ездил на ней зимой, ты ездил на автопилоте, ты страдаешь зарядкой. В общем, есть, что спросить. Вот я предполагаю себе купить такой автомобиль за 5,5 миллионов рублей. Вот сегодня, после просмотра этого видео, вы вместе со мной сделаете вывод, стоит оно того или нет. Ну, а для начала мы находимся на платной трассе М11. Можем, в принципе, до Питера доехать. Ну, и нашли зарядку. 50 киловатт. Даже Коля такой, ни хрена себе, что происходит. Бесплатный, да? Самое главное, без приложения. Без регистрации, без СМС. Воткнул, заряжаешься. Ну, собственно, давай начнем с внешнего вида. Переставим ее в какое-нибудь приятное место и поехали. Тесла Теслы, друзья мои, ну знаете, где настоящее будущее? Я беру свой айфон, захожу на сайт ГАЗа и могу купить Газель НН прямо с телефона. Ну, а поскольку я сижу в Тесле, я могу сделать это через Теслу. Смотри, у меня на выбор несколько модификаций Газель НН. Ну, прикол в том, что автомобиль может доставлять не только удовольствие, но еще и зарабатывать деньги. И Газель НН в этом плане отлично подходит, потому что есть несколько вариантов. Это современный автомобиль. И вот тебе автобус, пожалуйста, борт, фургон цельнометаллический. Вариантов множество. И самый кайф в том, что я могу заказать на сайте автомобиль непосредственно у производителя. Оплатить 50 тысяч рублей, обеспечительный платеж. Потом докинуть оставшиеся деньги. И забрать где-то в течение 14 дней его уже непосредственно красивый, новый, под меня привезенный. Вот так это работает. Это ли не вообще абсолютное величие? Я считаю, что вот здесь наступило будущее. Собственно, основные фишки Газель НН это запуск с кнопки, светодиодные фары, термопоглощающие ветровые стекла, подушка безопасности водителя. Кроме всего прочего, у нас есть еще целый набор электронных помощников, систем стабилизации, помощь при трогании на подъем, ассистент дотормаживания, антипробуксовочные системы, система предупреждения о покидании полосы, автоматический ближний свет и автоматические стеклоочистители. Но что было совсем хорошо, мы же говорим про рабочий автомобиль, 2 ТО в подарок и оплата по счету. Опять же, у меня ИП, поэтому я анкету заполнил, счет получил, все оплатил и ожидаю свой замечательный Газель НН, цельнометаллический, удлиненный, красивый. А все почему? Потому что времена сейчас такие, что бизнесом хочется заниматься, мобильным, интересным. И я прям вижу, как эти 2 миллиона 285 тысяч рублей можно заставить работать. У меня из того, что на примете это шаурма, мобильная точка и мобильный сервис. Кстати, мультибрендовые разные прикольные или там айфоны чинить. В общем, можно эту Газель НН превратить действительно в крутой вариант. Но кроме того, что это завоевавший популярность на рынке автомобиль, теперь стал еще лучше, краше и появились современные опции. В общем, народ, по ссылке в описании переходите. Если кому-то из вас был нужен коммерческий транспорт, Газель НН, изучите. Реально крутое, интересное предложение и удобная функция оплаты. Собственно, это фейслифт. Ну, можно сказать фейслифт, то есть, по сути, у Теслы нет такого понятия, как полноценный рестайлинг. Тесла обновляется постепенно, но да, и у Трешки, и у Игрека был, скажем так, серьезный апгрейд. У Ай получил матричные фары. Это матричные фары. Это матричные фары. Да. Тесла пока не использует весь их функционал, но в лазерном шоу, которое... Можно, соответственно, это все юзать. Да, сфорицировать надпись Тесла. Вот всегда мечтал. Так, а в салоне что-то изменилось? В салоне тоже изменилось. Немножко убрали дурацкий глянцевый пластик. Теперь все матовое внутри. Появилась как раз зарядка беспроводная, двойная. Ее не было в первой версии. Кстати, офигенно. Вот это реально удобно. Да. И в целом качество материалов стало поприятнее. И, кстати, еще один нюанс. Внутри двери добавили, соответственно, вот эту вот штуку. А, просто деревянная вставочка. Слушай, но мы сказали, что это китайская сборка. И это тот случай, когда китайская сборка – это хорошо. Да. Потому что я сегодня до съемок ходил вот так пальцем тыкал. Я видел очень много роликов, знаешь, там в ТикТоках, в Ютубах, где ходят люди. Говорят, я купил Model S, отдал 100 тысяч грина, она вся кривая, зазоры косы. Но вообще это американская сборка. Здесь, в принципе, ну я не знаю, для чего докопаться. То есть я прошелся, прям все нормально, тютелька в тютельку. То есть китайская сборка в этом плане прям ништяк. Но, я тебе честно скажу, мне, ну не очень нравится. Внешний вид вызывает вопросики. На вопросики, да? Хотя, белый цвет ей определенно идет. То есть мне, ну, нравится. Вот черный салон – это, конечно, утилитарно. Но если бы я мутилитарно, я бы все взял белый. Ну и, конечно, как мы знаем, друзья, очень сильно на экстерьер влияют колеса. В данном случае это… Это базовые колеса, это самые дешевые колеса, 19-й диаметр. Вот, соответственно, Long Range также можно заказать с 20-м диаметром, с черными колесами. Уже в стиле… Посовременнее, да? Да, в стиле Performance. Вот, Performance идет с 21-ми колесами. Но, конечно, да, мне тоже кажется, что колеса… Колеса. Ну, зато сейчас зима с другой стороны, знаешь, типа вообще не парься. Плюс она жесткая. Опять же, когда я ее покупал, я спрашивал у ребят, можно ли обменять на 20-й. Сначала меня все отговаривают. Что типа она жесткая, да? Будет жестковат или нет. Слушай, но я на ней прокатился, мы сюда ехали, я был за рулем. И действительно машина, ну, прям такая сбитая. Я бы не сказал, что она прям смертельно жесткая. Но она так прям любую ямочку, кочку тебе прям так информативно в попу передает. Поэтому, мне кажется, 19-е колеса для нее это вот вряд ли больше надо. Помимо всего прочего, кстати, по поводу повадок машины на дороге, ты как раз говорил про обновление. Так. Есть мнение, что, в принципе, Y немножко поскальзывается на зимней дороге. Возможно, дело в резине. Ага. Слушай, давай, давай ее обновим. И пока она будет обновляться, у нас тут рядом подъехал Model 3 Performance черная. Давай на нее взглянем одним глазком. Прямо вот на контрасте рядом ее здесь поставим. Что можно сюда докинуть, чтобы было хорошо. Мы можем обновляться прямо с телефона, да? Да. Нажимаем Install. Preparin to Update. Сейчас она попросит нас выйти, закрыть двери. То есть она такая прямо, хочу обновляться, закрытый, чтобы никто ничего не мешал. Да? Кайф. А, она не может обновиться, пока мы сидим внутри. Обновление. Мы уже скачали его, да? Да, посмотрите сейчас. Еще, у нас есть две минуты, чтобы... Чтобы свалить. Свалить, пошли. А вот к нам подъехала Tesla Model 3 Performance, которая едет 3,3 секунды до сотни. И в Россию эта машина заезжала что-то за 5700, а сейчас ее взяли люди с пробегом 7800 километров за 5200 тысяч. И здесь у нас 21 колеса уже не стыдные. Ну, черный цвет на любителя, я бы взял что-то поинтереснее. Но самый кайф в том, что здесь у нас с вами уже белый приятный салон. И на мой взгляд, он, конечно, катастрофически меняет восприятие, когда у тебя белые седухи, это прям... Ну, вот такую вот радость можно взять за 5 мультов. Что еще можно взять за 5 мультов, чтобы оно пуляло 3,3? Да, в общем-то, практически ничего. Вот доводчики я бы сделал. Вот так вот. Еще говорят, что у нее шумоизоляция хреновая, но это да. Но Model Y поинтереснее. Здесь арки шумят, и как бы не очень круто. Но в целом, вы знаете, если вот вам электрическая машина ок, мне ок. Но я не люблю. Поехали, прокатимся на Model Y, и я вам все объясню. Второй съемочный день. Мы с Колей снова вместе. Рядом с нами вот это вот дизельное, значит, прошлое, как мы любим. И сейчас у меня острое желание ругать Теслу за ее интерьер. Несмотря на то, что Коля как владелец нас сегодня будет просвещать, я не могу не сказать пару слов, знаешь. Ну, а ты меня, если что, поддержишь или наоборот скажешь, что я ничего не понимаю. У меня тоже есть вопросики. Мне очень нравится минимализм. Вот реально кайф. В этом определенно есть свой, знаешь, дзен. Не хватает приборной панели, понятное дело, да. То есть ты привык к тому, что у тебя здесь что-то есть, там какая-нибудь проекция, вот это все. Но я езжу на ней условно там третий раз, и ты знаешь, вот этот блок с информацией, мне ок. То есть ты как бы периферийным зрением видишь, с какой скоростью ты едешь. И в общем-то не страдаю. Сам экран очень нравится. Но меня реально парит, что в Тесле с одной стороны очень много крутых решений, а очень много странных. Например, профили водителя, да. То есть ты не можешь настроить под себя кресло, запомнить его, и чтобы человек сел, кнопочку нажал и перенастроился. И нужно какой-то профиль вводить. Внутри профиля ты не можешь настроить себе какие-то режимы езды, переключать их, да. То есть это опять же надо зайти в машину, педали руления, тут что-то нажать. Ну как будто бы не супер нативно, и на ходу такими вещами заниматься странно. Плюс мне хочется какие-то мультифункциональные кнопки на руле. Вот эти две крутилки, которые выполняют все задачи. Я типа зашел, выбрал управление, выбрал зеркала, и давай, значит, настраивать зеркала. В принципе, прикольно, конечно, что я могу вот этой крутилкой настроить зеркало, и здесь нет никаких дополнительных кнопок лишних, это класс. Но вот что-то не хватает, да? Слушай, мне в этом плане Tesla очень напоминает iPhone, потому что когда появился самый первый iPhone, помнишь, там была всего одна кнопка, а у всех Windows-коммуникаторов был джойстик вокруг, короче, куча каких-то кнопок непонятных. И, ну, по крайней мере, я такой думаю, господи, блин, как можно управляться смартфоном с одной кнопкой, которая даже не джойстик, а просто вот, ну, как бы кнопка. И в итоге со временем интерфейс стал понятен, дружелюбен, как бы, да, и сейчас мы вообще кнопки не имеем, ну, кроме переключения. Ну, я согласен, с тобой хорошая аналогия, я не подумал об этом. Мне кажется, что все идет примерно к тому же, то есть, очевидно, что там, либо Elon Musk, либо его команда там условно дорабатывает сейчас UE достаточно активно, потому что, опять же, там на Pled и на новых S-ках Long Range используется новый руль. Да, штурвал, да? Да, помимо того, что там штурвал, который может показаться неудобным, как бы, да, там же еще и отсутствуют вот эти вот ручки. Классические, да. Морседесские, скажем. Ну, стилек, да, вот этот, ну, американский в целом, они же любят это. Да, да. Вот, с сенсорными кнопками. Есть такое ощущение, что чуваки все еще находятся в стадии некого поиска, то есть, вот, с экраном, с вот этими крутилочками, как бы, да, очевидно, все, это теперь стиль Теслы. А вот что дальше, как дальше дорабатывать? Ну, будем смотреть. Но даже вот это же достаточно свежий апдейт. Да, да. Вот все, что сейчас мы видим, это буквально прилетело недавно. Да, два назад. Да, да, да. И на самом деле круто то, что машина постоянно меняется. И с чего мы, собственно, начали? Мы накатили апдейт, и действительно машина стала мягче. Да? Я вот тоже так считаю, на самом деле. Конечно, задал вопрос в профильном чатике, мне никто разумно на это не ответил, но вот есть уже как минимум три человека, которые прокатились на этой машине и сказали, да, машина стала мягче. Вот, причем это произошло до того, как, там, условно, я подспустил колеса, как бы. Это лайфхак, да? Лайфхак, да. Она из аналогового мира. Не, не, я тебе могу сказать, что особенно это ощущалось на неровностях, вот, как она проезжает лежачие полицейские. Она была как будто в таком, знаешь, суперзажатом спорт режиме, и такая прям подвеска была очень суровая. Здесь же она стала не сильно валкая, не знаю, что ее расслабили, и она, как любая американская тачка, теперь валится из стороны в сторону. Но это чувствуется. Поэтому то, что ты сегодня можешь апдейтом изменить поведение машины, раз. Ну, в принципе, это, опять же, не суперновость, но тем не менее. Можешь полностью перекроить интерфейс 2. То есть сегодня он такой, через какое-то время могут вообще все нахрен поменять, да? Это, конечно, вау, эффект однозначный. То, что Tesla это больше гаджет, чем автомобиль, это я вот в очередной раз понимаю, так это и неплохо. Это очень круто. И, наверное, то, что они убирают приборную панель, это все идет к автопилоту. То есть в какой-то момент тебе же нахрен не надо будет следить за тахометром, там, не знаю. Здесь нет тахометра, да? Ну, понятно, что его, в принципе, не должен быть. Я имею в виду уже никаких лишних, значит, там, давления, температура, то все. В принципе, при желании это же тоже можно выводить. А оно тебе нахрен не нужно. Вот у тебя есть единственный показатель. 35 километров, 35 процентов, 178 запас хода. Все. Больше мне, знаете, ничего не надо. Еду в счастье. Машина мне показывает знаки. Другие машины, велосипеды, конусы, людей, все, что надо. Причем у нас сейчас камерой закрыто зеркало. Я включаю поворотник. Вот здесь вот включается камера, которая мне показывает, что происходит. И я даже не имея зеркала аналогового, все равно поворачиваю без страданий, потому что я вижу, что вообще, зачем и почему. Это ли, блин, несчастье. В этом смысле согласен. Тачка прикольная. Более того, Model Y нравится тем, что здесь много места. Вот я, да, крупный сижу, и я думаю, что я сам за собой сяду без проблем. Слушай, я вот сейчас сел за тобой, у меня было огромное количество места. Да? Прям суперкомфортно. Сама еще пи-пи-пи остановилась. В принципе, я же могу два раза дернуть руль, и ничего не произойдет. Автор, ужаление не работает. Оно на ходу включается или как? Да, оно включается на ходу, но мне кажется, сейчас просто он не видит разметку, да. А, он просто такой, добро пожаловать в Москву случилось. Говорят о том, что у Tesla самый продвинутый автопилот из возможных. И это, наверное, действительно так. Но при этом это все равно еще не, типа, вариант, когда ты перелез на заднее сидение и сидишь, чилишь в книжку. Слушай, ну не в России точно. Потому что даже вот в случае с удержанием полосы, мы вчера ехали с ребенком в деревню, и там был такой достаточно жесткий поворотик. Вот, я, естественно, держал руки на руле, я решил просто проверить, что произойдет. И куча снега. Вот, ну то есть в последний момент Tesla сказала, что все, бери управление на себя. Вот, если бы я был не готов, скажем тогда, то мы бы впилились просто в этот срок. Что, собственно, к сожалению, и было не раз там. Там на МКАДе были какие-то аварии с Теслами и так далее. Очень нравится, что она сама стартует. Не все машины это умеют. Моя, например, BMW почему-то раз через раз это делает. То есть она иногда может поехать. Иногда начинает мигать машинка, типа, жми кнопку резюм. То есть в этом плане она прям молодец. Расскажи, что вот это такое. Это обманка с Алиэкспресса для автопилота. Соответственно, когда мы... Вот сейчас высветилось уведомление. Слегка поверните руль. Чтобы она знала, что я не заснул. Да, нужно держать руки на руле. Но, причем, я не знаю, как это устроено у Теслы, как бы, но ты можешь держать руки на руле, но она все равно будет тебя просить, там, пошевелить рулем, что-то еще сделать. Короче, это дико раздражает. Это противовес, он вешается на руль. Наоборот? Наоборот. Да. По-моему, как-то вот так вот. Примагничивается. И машина, соответственно, думает, что она... Сейчас, наоборот. Вот эта штучка, наоборот. Вот эта, наоборот. Тут анатомический, на самом деле, подход. Ну, это аналог, скажем так, вот этого устройства. То есть можно поставить... Бутылочку. Бутылочку, как бы, да. Короче, не смог повесить, но мысль твою понял. Сколько стоит? Две с половиной тысячи рублей, не знаю почему. Не, ну, потому что здесь железа много. Она прям, ну, не килограмм, но близко весь. Мне кажется, китайцы просто... Ну, раз мы стали говорить про Алиэкспресс, расскажи, что здесь еще. Здесь коврики. Кстати, вот сейчас мыл машину. Дядька такой говорит, слушай, а что за коврики? Очень понравились коврики. Ну, кстати, они реально стильные. Стильные. Я говорю, слушай, ну, как бы, цена вопроса 10 тысяч рублей. Он такой 10 тысяч рублей, типа, перед и зад. Я говорю, перед, зад, багажник, багажник, багажник. Ага. Вот. То есть, как бы, да, в этом плане классно. Педальки, кстати, вот я сам своими руками поставил. А, накладочки. О, это перформанс стиль подъехал. Да, 700 рублей, по-моему. Ну, кстати, стоит сказать, что это у нас long range. Да, да. То есть, в long range этого нет. Всякие вставочки вот эти вот, опять же, да, то есть, по умолчанию почему-то Tesla этого не ставит, не кладет. То есть, здесь просто яма, по сути, да, да, пола практически. А здесь у нас теперь появился некий органайзер, который ты можешь двигать. И вот это к вопросу, опять же, о том, сколько Tesla, в принципе, автомобиль, да, то есть, ребята, ну, как можно было провафлить такую простую штуку? Ну, я думаю, что через какое-то время она просто появится. Это так же, как с шторкой багажника. То есть, в... Ее тоже нет. Ее нет и нет крепления под нее. Как? Но вроде как уже производятся машины, у которых есть крепление под эту шторку. Как ее вообще по умолчанию нет? Кстати, я тебе скажу, как у американцев почему-то так заведено. Вообще, давай так, нужно понимать, что Tesla это американская машина со всеми своими американскими приколами. Американские машины очень странные местами, да. Во-первых, это качество сборки. Ну, мы сейчас походили, когда пальцем потыкали. В целом, китайская окей. Американская реально. Вот эти мексиканцы дикие. То же самое происходит с каким-нибудь X5M, X6M, которые собираются в Америке. Кривые косые. Жуть приезжают машины. Прям страх. Второй момент. Это изначально, знаешь, такой California style. То есть, они не очень знают, что бывает температура ниже нуля. И раз через раз у них с этим какие-то проблемы. И в целом, Tesla еще, и как бы с одной стороны, как мы с тобой начали правильно говорить, откинула все вот эти условности автомобильного мира. Что, наверное, хорошо. Но и свои минусы тоже есть. То есть, какие-то вещи ты такой, блин, как так? Мне очень нравится, например, вот эта вот фишечка. Вот эта мне очень напоминает первый iPad. Второй iPad. Помнишь, когда Smart Cover появился? В первом, кстати, был хреновый. Это вот прям чисто Smart Cover из мира iPad. Прикольный свет. Вот здесь магнит. Обочина у машины ты такой выдираешь. Здесь она, видишь, примагничивается. И, ну, стилек. Вот козыречек прям стилек. Нравится панорамка. Нравится все. Но вот качество материала в целом, ты знаешь, не могу сказать, что я как-то там из-за этого переживаю. Потому что я вообще не понимаю этот фетиш на тыканье пальцем в торпеду и разговоры о том, что она там мягкая, не мягкая. Ты никогда этим в жизни не занимаешься. Главное, скрипит она или не скрипит. И вот здесь, кстати, к Тесле вопросов нет, да? Каких-то свершков я не обнаружил. На самом деле не совсем так, потому что вчера я ехал в Балашихе по убитой дороге. Прям очень сильно убитой дороге. И вот отсюда всякие разные звуки прилетали. Было дело. Но по ровной дороге, как бы, опять же, все окей, все хорошо. И не было ощущения, знаешь, вот на некоторых машинах так и бывает, что как только у тебя там одно колесо попало в яму, у тебя весь кузов наклонился и пошел до вибраций. Но это все-таки не Китай. Здесь такого нет. В прямом смысле слова. Но последняя, опять же, машина, которая меня очень сильно в этом плане удивила, это ГЛА. Мы ехали с товарищем ко мне в деревню. Я в этом же месте ездил, соответственно, на Приусе. У меня Приус там весь просто вот так вот корежило, как бы. Ну, к Приусу вопросов нет. И тут мы едем на ГЛА, причем какая там заряженная, там, AMG-40, там, 5. И он такой, блин, вот это, конечно, да. Ну, нужно понимать, что ГЛА тоже такой Мерседес, конечно. Но, тем не менее, что ты скажешь по качеству музыки? Музыка нравится. Прям вот конкретно нравится. Почему она не брендированная, да, ни с кем я так посмотрел? Я так понимаю, что, в принципе, Тесла собирается сейчас сделать упор на музыку, потому что, опять же, в S-ках они делают активное шумоподавление, то есть, опять же, за счет динамика и так далее. И, в целом, где-то что-то читал про то, что будут активно развивать вот тему звука. Ездил в трешке, опять же, там, 18-го года, и вот здесь музыка намного лучше стала. То есть, явно есть прогресс между теми машинами, которые дорестайл. И то, что сейчас происходит. Причем, именно в Y музыка чуть лучше, чем в трешке 21-го года. То есть, в одинаковом хажинах здесь либо из-за того, что размер больше. Шумка, может, получше еще, да? Шумка – это 100%. Как бы здесь шумоизоляция есть. В трешке, по крайней мере, вот 21-го года, ее нет от слова совсем. Ну, вот смотри, прикол. Сейчас таксист прям жестко палит на нас с тобой. Такой, типа, что происходит. Может, его, конечно, камеры смущают. Может быть, он просто такой, типа, офига себе Тесла. Но прикол в том, чтобы... Вот, да, ништяк. Даже сейчас мы пока крепили камеры, все равно мимо проходили люди такие. Это что, Тесла, не Тесла такие? А еще, наверное, видишь, я без рук еду. Он такой, да ну ты что, магия вообще? Все равно это присутствует, да? И вот я хотел показать, пока у нас тут красный во все. Ты берешь звук клаксона, включаешь коза. Что такое коза? Просмотр. То есть машина просто орет козой, да, когда я нажимаю на клаксон. Правильно я понимаю? Экономим батареечку. А, вот. То есть в какую-то сторону она вот это все развивает очень интересную штуку. Причем есть же функция вообще бумбокса, когда у тебя клаксон играет музло. Да. И ты можешь на парковке, это вот для пацанов вообще история. Ты на парковке включаешь бумбокс, бам-бам, и понеслась вообще история. Можно сейчас прям продемонстрировать. Demons are back, как раз около Кремля, включаем то, что нужно. И выкручиваем громкость на максимум. То есть у нас сейчас на улице это играет, да? Но как только мы поедем, это приятно. Вот так оно играло на улице. Ага. Но вещь только на паркинге работает, потому что если бы это на ходу еще можно было врубить, я думаю, охренели бы все вокруг. Новая модная фишка, кстати, пришла из Китая, выбор цвета. Теперь можно выбрать цвет машинки. А ну нужно остановиться и проховаться. Тоже паркинг, ага. Это пришло из Китая. Почему? Потому что там дилеры, ну прям, грубо говоря, с завода предлагают обернуть машину. Металик, матовый, тыщ-пыщ. Ну, кстати, слушай, вот этого не хватает в классических автомобилях, в том числе. У тебя машинка. Хорошо, если цвета с завода. Потому что та же Toyota One Love, она просто... ЖПГ тебе картинку серого Херакс. Вот твоя машина. А чуваки поискушеннее делают уже там красненькая-красненькая. Но ты реально взял ее, перетянул в пленку другую, выбрал. Да. Вообще кайф. Здесь же можно включить себе камин, сделать карту, типа, мы на Марсе едем, типа, на линию пряжки, подушки, соответственно, пускание газов. Это вообще классная штука, да? Нелепые газы. Вот они. Ну, кто еще мог придумать, да? Вот этим, конечно, машина прям очень нравится. Световое шоу, соответственно, она будет тебе мигать и зеркалами дрыгать на улице. И так далее, и так далее. Ну, и, кроме всего прочего, есть вообще же режим аркад, где ты можешь выбирать игры. Хочешь Sonic, хочешь Fallout Shelter, Cuphead. Дикий абсолютно. Ну, и Beach Buggy Racing в том случае, что у тебя на паркинге машина стоит, руль и педали, я так понимаю, они же электронные, соответственно, они отключаются. Педали нет, руль да. И это вообще бомба. Да, то есть ты рулишь, педалишь, в смысле, едешь на парковке машинкой, кайф. Короче, игры, я так понимаю, будут появляться. И новые же тачки уже на злом железе. Соответственно, там мощности, как у PlayStation 5. И скоро-скоро ты сможешь себе совершенно спокойно здесь и играть. Новые машины теперь приезжают на процессор AMD Ryzen. Вот, ну, соответственно. Даже вот эти? Да, двойки, вот новые уже, уже даже, по-моему, в Россию что-то приехало на Ryzen. Вот, здесь Intel Atom стоит. Ну, вот, как раз именно в такие моменты... Вот он, типа, Ryzen быстро работает, да? Да, Ryzen будет шустрее, намного шустрее. Ну, в принципе, знаешь, с учетом того, что оно один раз вот так подгрузилось, и ты потом просто чилишь в YouTube, это проблем нет. Тем более, что это работает на паркинге. Ну, когда будет пошустрее, будет, конечно, кайфеться. Ну, и сам кайф в том, что технология развивается все-таки, да? То есть, там, процессоры, которые устанавливаются на ноутбуке, на компьютере. Ну, вот мы загрузились аккуратно к тому, что пора ехать, да. Да, поехали. Да, КамАЗ проскочил, ну ладно. Можно, кстати, нажми быстро четыре раза вниз. О-о-о! Теперь мы едем по радуге. А почему ты заряжаешь ее не до ста процентов? Тут установлены аккумуляторы, которые, по-хорошему, не рекомендуют производитель заряжать больше, чем на 80%, и разряжать меньше, чем на 20%. Если заряжаешь каждый день, там, условно, 90-100%, то тебе прям машина сразу же напишет уведомление, что, чувак, если ты хочешь, как бы, сохранить ресурс, то, пожалуйста, так не делай, да. То есть, в обычной эксплуатации в ноль не разряжать, даст, а не заряжать. Да, то есть, по факту, когда ты ездишь, там, в городе или еще где-то, то у тебя аккумулятор можно зарядить только на 60%. 100 минус 20 и... То есть, вот эти цифры, заявленные, 500 километров хода, мы их сразу делим на сколько-то, потому что их у тебя никак не будет. Но, если тебе нужно куда-то ехать, сразу же, ты заряжаешь на суток, и все. Вот, кстати, сейчас... Заблокирован. Да, порт заблокирован. Соответственно, если вдруг у тебя стоит машина, где-то заряжается, то никто не подойдет и не выдернет. Это, кстати, хорошая тема, да. Если твой провод, чтобы его не сперли просто тупо. Не только в этом дело. Если подойдет какой-нибудь вандал, и заряжающаяся машина попытается провод перекусить, то, скорее всего, он умрет в муках, потому что есть такая... Это очень хорошо. Да. Есть завелась старая ДВС, это ублюдок. А ты можешь его разблокировать через приложение? Unlock charge port, все, вытаскиваем. То есть мы, на самом деле, сейчас буквально за несколько минут зарядили машину до... Она прямо закрылась, кстати. Слушай, но здесь единственное обломное, что порт находится только с одной стороны. Да. Потому что вот Audi e-tron в этом плане, конечно, великий. У него хошь справа, хошь слева, это прямо удобно. Есть мнение, что Tesla делала этот порт именно с этой стороны под свои суперчарджеры. Почему, правда, сложно было поставить с другой стороны, чтобы можно было удобно подъезжать, заряжаться в городе, например. Да, 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 слева как бы нелогично немножко. При том, что эта машина не с островов, как бы, да, то есть левый руль для нее это... Адекватное состояние. Так, скажи, но здесь у нас версия Long Range. Да. Батарейка у нее сколько примерно? 75 либо 82 киловатт в час. Никто точно не знает. Нужно зайти в Factory Mode. Это сам что-то под гарантией, да. Но 505? Сколько туда? 408, а что-то порядка 400. Ну, 500 плюс-минус. Ага. Ну и, собственно, главный вопрос, Коль. Пойдем, подойдем к, как это называется, багажнику спереди. Ну, собственно, на самом деле еще один зарядный модуль лежит у меня в багажнике, в чемодане. Вместе с автомобилем идет вот такой вот блок зарядки. Это называется Tesla Mobile Connector. Ну что это? То есть вот так вот мы его вытаскиваем, и дальше мы начинаем устраивать колхоз. Это переходник на 32 амперную розетку. Это переходник с синей розетки на красную розетку. А это на случай, если у нас нет 32 амперной розетки. Tesla тоже такие делает. Это как раз переходник именно на 16 ампер. Такая у меня тоже отдельно красивая есть. А вот эту штуку я вообще покупал для Wall Connector, который я хотел установить в гараже. Но пока у меня с этим проблемы, скажем так. Дома зарядки пока нет. Дома зарядки пока нет. Но процесс идет. Ждали 1 марта, но, к сожалению, по новому закону действительно можно с 1 марта заряжать электромобиль и ставить зарядные станции, но только на минус первом этаже. Более того, я пока даже не могу провести себе бытовую розетку. Вот сейчас с этим я и борюсь, чтобы хотя бы у меня появилась бытовая розетка. Потому что если, соответственно, я смогу организовать две бытовых розетки, то это будет идеальный семейный автомобиль для супруги, чтобы она могла перемещать ребенка в школу, на кружки еще куда-то. Сколько у тебя получается стоимость электричества? Считается, что типа полный бак это 200-250 рублей. Охренеть. Салонный фильтр, кстати, он здесь, не уверен, что мы до него сейчас сможем добраться. Ну, где-то тут. Да, он огромный. То есть вот это все, это фильтр. Причем в этой машине стоит еще HEPA-фильтр. Они же говорят, что ты там не умрешь от вирусов. Я в нашем рассказе про Tesla Model 3 в делимобиле вот так вот закрыл аккуратно капот. И огромное количество комментаторов написало мне, Валя, ну что ты делаешь? Надо с 20 сантиметров бросить. Давай покажу, как это работает, да? Вот 20 сантиметров. Вот мы его бросаем. И ничего не происходит. Знаете почему? Потому что... Вашу мать. Запикай, Жень. Потому что если вы никогда в жизни не видели машины с капотом, где находится багажник, а это не только Tesla, это и Porsche и прочие всякие, то они всегда закрываются вот так и дожать. Потому что это легкий капот, здесь нет мотора, чтобы тебе это все не улетело, ты должен зафиксировать, что он закрылся. Ничего бросать тут не надо. Более того, так даже написано в инструкции. Я хочу полностью отказаться от ДВС, потому что с женой мы путешествуем, мы путешествуем летом, путешествуем на мотоциклах. И, соответственно, ну, проблемы с путешествиями как бы не будет. Вот зимой и летом на машинах мы передвигаемся только там условно по городу, либо... То есть у тебя нет... Ну, да, там 200 километров для нее, в принципе, там 300 не будет проблем. Да, да. Когда я увидел, что у меня прямо рядом с офисом поставили бесплатную зарядку, я обрадовался и решил, что все, пора. Ага. Вот. Все отлично, да, зарядка бесплатная, только припарковаться там практически невозможно. Когда я купил эту машину, я ее проклял, честно тебе скажу, потому что я матерился просто всеми словами. Я хотел ее продать, потому что я не понимал, где мне зарядиться, как мне зарядиться. То есть это все равно проблема, да? Это проблема. Либо стоят ДВС-ные машины, при том, что... Вот эти ДВС-ные машины. Да, так. В нашем случае, соответственно, там не стоит знак, не установлен знак, и поэтому даже когда я там приезжаю, там, нахожу номер телефона владельца автомобиля, с ним созваниваюсь, говорю, уважаемые, не могли бы вы, пожалуйста, перепарковать? Говорит, ты не можешь на него официально наехать, да? Я не буду никуда парковать, потому что первый раз я приехал домой, закатил ее на подземную парковку с 4% заряда, я понял, что у меня безвыходная ситуация, я завтра никуда не уеду, и у нас есть мойка. Я пришел на мойку, покланялся в ножке джентльменам и сказал, джентльмены, пожалуйста. Может, у вас есть розеточка? Теперь я периодически имею уникальную возможность заряжать свой автомобиль на мойке. У тебя от дома до работы в километрах? От дома до работы 16-18 километров, когда на улице было минус 16, это была катастрофа, соответственно, туда я доезжал за 8%, обратно я доезжал за 10-12, потому что машина стояла на улице, ей было холодно, соответственно. Это больше, чем обычно. Это значительно больше, чем обычно. То есть, как только на улице температура установилась в районе 0 градусов, все стало намного лучше. На неделю тебе ее должно хватать с учетом подзарядки, даже на мойке. Ну, тут опять же все зависит от того, как ездить, когда у тебя появляется Tesla, хочется на них жарить. И все вот эти веселые старты светофоров, они, конечно, приводят к быстрому разряду аккумулятора, плюс печка, печка много достаточно жрет. Вот здесь тепловой насос установлен, который не всегда работает корректно, на самом деле, это отдельная история, то есть об этом тоже стоит поговорить. Чувствуется, что машина из солнечной Калифорнии, да, и она любит все-таки теплую погоду. Сейчас я себя не ощущаю больно, более того, я нашел несколько быстрых зарядок, вот наподобие этой, где заряжаюсь за деньги, за адекватные деньги. Ты можешь построить маршрут так, чтобы заехать, выпить тут уже чайку, кофейку и кайф. Я просто начинаю рабочий день чуть раньше, приезжаю, остаюсь на зарядку. Если раньше я ехал в спортзал на зарядку, то теперь я еду, ставлю на зарядку машину и работаю. Какая уникальная штука, то есть купил себе тачку, чтобы страдать. Мне кажется, нам, кстати, надо сейчас запарковаться и всякие приколы показать, потому что ты большую часть времени не едешь ни хрена. И тут возникает вопрос, что в классическом автомобиле расход небольшой при линейном, достаточно быстром движении. А у электрического автомобиля ровно наоборот. То есть вот эта городская эксплуатация с пробочками, это то, что ему нужно. Вот типа сюда. Такой оп-оп-оп. Я же не плачу ничего, да? Абсолютно ничего. Даже не нужно открывать действительно приложение какое-то. Ну, собственно, Ютубом никого не удивишь, конечно, но на таком экранчике смотрится прям вау. Расскажи про интернет здесь. Что за снимка? Здесь, получается, по умолчанию машина идет с eSIM. По сути, машина дуал-сим, скажем так. По умолчанию встроена eSIM, но есть слот под сим-карту. Соответственно, наши умельцы научились, соответственно, во-первых, правильно ее разбирать, вставлять туда сим-карту. Во-вторых, при помощи специального ПО переключать. Привет, с вами Велсаком. Я собрал все 33 айфона. Просто ворвался. Огонь. Соответственно, переключать программным образом с eSIM на сим-карту. Здесь сейчас стоит обычная наша, соответственно, локальная российская симка, которая дает доступ в интернет. Мы можем смотреть Ютуб, Нетфликс, слушать музыку через Спотифай и пользоваться приложением Тесла, чтобы дистанционно будить машину, включать прогрев там и все эти частички. То есть, на самом деле, конечно, интернет сегодня великая вещь. То, что ты можешь не с брелка, знаешь, там на 100 метров пулять, а просто подключиться через приложение, очень кайф. А дальше ты выходишь нахрен из Ютуба, залетаешь куда? В Нетфликс, понятное дело. Но, кстати, сервисов могло бы быть и побольше. Тик-Ток должен быть, кстати. Вот Тик-Ток хочется. И чтобы подъезжали наши ребята, типа там, кинопоиск какой-нибудь. Ну, мне кажется, вполне, почему нет. Ну, видишь, тут какая проблема, опять же, по поводу кинопоиска и так далее. Мы, блин, навигацию нормальную не можем получить от Теслы, да. Кстати, CarPlay нет. CarPlay нет и не будет, скорее всего, никогда в жизни. Можно дубль экрана айфона сюда вывести через браузер, через VPN. Вот, то есть ты покупаешь софтинку, понятное дело, что это, как бы, криво-косво работает, но Яндекс.Навигатор можешь, в принципе, вывести. Единственное, не знаю, почему вот именно браузер у Теслы работает как-то, ну, не очень хорошо. Не очень шустро. Не очень шустро, да. Я думаю, это как раз железо, когда еще апдейтнется, вот тут уже станет совсем классно, потому что... Хотя, вообще, интерфейс шустрый. Интерфейс, да. А вот браузеру... Браузеру тяжеловато. Ну, возможно, там сейчас оператива подъедет и станет вообще огонь. Поэтому обращаемся к аудитории. Народ, пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Мы прошлись реально по верхам, затронули темы езды, затронули темы зарядки, эксплуатации, каких-то основных фишечек. Но, если у вас есть вопрос, если вдруг вы хотите купить Теслу, пишите в комментариях, и мы в следующем видео, прям по вашим, собственно, вопросам пройдемся и расскажем, ответим на основные темы. Чтобы мы с вами были, так сказать, поступательно двигались в вопросе покупки этого автомобиля. Может быть, я все-таки созрех. А может, нет. А может, куплю Model S Plate. Сейчас продам все нахрен, куплю Plate. Или X Plate. Или не куплю. Или, черт ее знает, непонятно. Но, тем не менее, мне кажется, что этот видос максимально полезен. Тем, кто задумался, welcome. Ну, а так, на самом деле, есть отдельная тема качать тачку с Алиэкспресса детальками, потому что там что только нет. И китайцы, кстати, Теслу любят, по-моему, не меньше, чем американцы, да? Очень люблю. Они вообще полюбили электрический автомобиль. Вообще, весь прогрессивный мир, конечно, Теслу давно полюбил. И Норвегия ездит, нефтедобывающая страна. Прикинь, там Тесла вообще просто покупаешь Теслу, тебе вагон всякий год подъезжает. Бери и езди. Короче, ребята, это целый новый мир. И мы в него потихонечку, поступательно, не самыми первыми, но, тем не менее, погружаемся. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И совсем скоро увидимся. Пока. Пока-пока.